Сами каналы соглашения, они являются залогами для нас, или инструментами посвящения возможности долгов. И важные элементы, это, как вы говорили, основные условия, то есть, там, соглашение, я предлагаю по ним совсем чуть-чуть пройти и разобраться. Вот, кстати, требования к партнерам, это, здесь, еще раз, я хотел обратить внимание, что очень часто концессии реализуются консорциалы. И туда объединяются и строители, и страны, и те, кто будет эксплуатировать объекты. Поэтому консорциалы чаще всего удовлетворяют ваши требования. Каждое отдельное место можно удовлетворить, когда нужно принимать какие компетенции, чтобы они развиваются. Что касается требования к условия путевых собачек. Ну, в первую очередь, это для нас, для банка, это важные условия для финансации красношения. Это условия, которые мы, как банк, формулируем не сами, не по себе, а в условии, без того законодательства, которое у нас существует, и что написано в законе. В законе написано, что такая компенсация в одном из, она будет записана в национальном собачьем. Механизм особого простоярка, сейчас я заберем, что это такое. Заверение здоровья. Это некий механизм гражданского подвеса, который используется для того, чтобы в сторону могли, не заниматься проверкой, не как элементов соглашения. Ну, например, о том, что семейный участок продлежит муниципальному базару, и он правильно доставит свой для реализации проекта компенсационного соглашения. И прямое соглашение. Это достаточно важная часть, что мы хотим, чтобы прямое соглашение и конституционно заключалось. В чем его суть? Сейчас немножко разберемся. Сначала проект про компенсацию. Почему вообще муниципальность существует? И что это такое? У нас есть штатный режим создания в облевообъекта, в том числе, что он соглашения. Это, допустим, шпо, она создается, и после создания, собственно, сопротивляется на посредственное образование, на публичную сторону. Если проект идет дальше хорошо, и все с ним в порядке, то, собственно говоря, по мере реализации конциденту, профессионеры заместят затраты с созданием объекта. А если что-то пошло не так, то все на совершении расстаряется. Школа остается в собственности государства, а частью должна быть в помощи размещения, засознанные активы. Это разумно, это логично. Так как записано в 115-м материальном законе, при этом компенсация к раздражению всегда, с точки зрения закона, должна выплачиваться, поскольку это собственность государства. Он ее получил в собственность, а можно прописировать затраты части. При этом размер консенсации такого не определен. Он определен, что консессионеру возможности размещены все его расходы, связанные с созданием объекта консенсового решения. Поэтому в самом консессорке вы можете говорить о том, в зависимости от того, какая была причина для расторжения. Например, если причиной расторжения является что-то для зарушения консенсового соглашения самим консидентом, то, конечно, часть его нужно выплачивать. Это же сансовое расторжение, всю сумму долгой, проценты, и его прибыль тоже надо будет компенсировать. Тогда он поможет ее. То есть, по вашему мнению, вы не получите, что равны, построить соглашение. Если это вина консессионера, тогда консенсация в одном продуктном объеме, в котором по факту принесены затраты, и можно их ограничить. Это могут быть в размере долга или чего-то еще. Но тем не менее, это ограничено может остановиться. Или если это форс-мажорная обстоятельства, то в этом случае, соответственно, у вас есть возможность ограничить каким-то отдельными суммами, которые будут размещены частью форс-мажора. В любом случае, такая задача не может быть. Такие правила могут быть зафиксироваться от функционного соглашения. Вы можете там в том, что будет. Что вообще касается самому механизму компенсации, то мы считаем, что в инновационном соглашении компенсация компенсации это какая-то крайняя мера. Более того, на практике мы видим, что как-то в сторону не приходило. Ну, в редких случаях возникает восторжение с компенсацией. В большинстве случаев в истории стараются исправить ситуацию, создав определенные механизмы для обсуждения и для принятия решений. В том числе, эти механизмы будут в наших коробках во всех записываниях. То есть у вас есть механизмы проведения, не знаю, согласительных совещаний, принятия решений на заведение консессионного соглашения, в случае с участием банков. Более того, закон позволяет вам в публичной стороне заменить консессионера без корпуса. В законе прямо записано, что после голосования как раз финансирующей организации публичная сторона может принять решение о заменении консессионера. И это тоже способ исправления проекта. Потому что, если у вас, например, проект теплоснабжения, то ключевой задачей этого проекта является бесперебойное теплоснабжение населения, особенно, там, подопитный сезон. Поэтому вы не можете прервать деятельность. Для вас ключевые задачи являются обеспечение граждан, кто ребенок с улыбкой. Поэтому замена консессионера, это, возможно, очень правильно будет решение в тот момент времени, когда цена перестанет справляться и почему-то нарушит консессионное соглашение и вы готовы здесь не расторгаться. Следующий механизм – механизм основных постояльностей, которые мы очень рекомендуем, что я считаю важным использовать консессионное соглашение. Что это такое? Консессионное соглашение заключается намного лет вперед. И заранее предвидеть все события, которые произойдут в рамках реализации соглашения, невозможно. Но, возможно, мы все равно соглашение будем смотреть механизм, с помощью которого будете обрабатывать эти события, принимать решения для этих событий. Таким событием могут, ну, что возникает, так описывается это событие. Оно предвзято в исполнении соглашения, и оно повлечет выполненный расход реализации. Я, конечно, к примеру провожу всегда такое обсуждение на переговорах между публичной частной стороной. Обсуждались возможные события, которые могут привести к таким основной деятельности в стройке работы. И такого события обсуждалось про возможность нахождения загоропастных объектов в земле самочарового. известно, что это строительство и самочаровство так сильно бомбили, что до сих пор это опасный объект, а то это строительство. У нас, значит, глава региации публичная, российская, он, значит, разговаривает с немцами, то есть это другой строительство, это компания «Авторопол», она пошла в управление, обсуждается этот риск, как возможно, а что он, он, что он серьезно говорит, «Авторопол», я надеюсь, за это один из наших немецких коллег, он и царь, где-то сфотографирует, а потом Джон, очень расходный, который, он берет с ее фонсом, и был в группу Цивилинга. Замешательство, возвращательство, я поговорил с Берлином, с моими коллегами в Берлине, они сказали, что мы в 46-м за все ответили. Ну, действительно, как распределили эти итоги этот риск, договорились с таким образом. Если затраты, связанные с извлечением этих коллег, а это всегда осталось, что это вызов, минимум, а так далее, достигают до такой причины, в эту зону ответственности частного аппарата не египет за каждой копейкой в публичной стране. Но если затраты в течение года примесили вот такую причину, то все, что сверху за причину, нужно будет принести в основном государстве. И это нормально с точки зрения распределения рисков. Это и есть механизм распределения рисков международных. Всегда вставляются такие обязательства поливом материальности, чтобы пациент, а, не ехал на каждой копейке, чтобы узнавала собственность, не допускать ситуации нас сложных. Ну и какие последствия могут быть такого обстоятельства, как они записаны сегодня конституционные соглашения. Мы стараемся их выписать в порядке возможного применения. В первую очередь, это просто изменение конституционных соглашений. Действительно, если профессионер не может построить объект, потому что найдено что-то или что-то не мешает, это может быть достаточно просто сдвинуть срок окончания строительства. Если вы это решение не дадите, то они готовы плат, чем другого не понадобится. Это возможно решение. Второе решение это размещение, собственно говоря, освобождение его под ответственности за время срока за изменение объекта. И важно кучу если не продеваться, у вас есть в публичной стране возможность возместить дополнительный расход. Это будет рассчитывать совершенно определенного оборудования, потому что не хорошо записать, например, сходя и в предаводни этого есть у простонет. Сразу скажу, что на практике этот механизм редко применяется, потому что если стороны готовы, чтобы возвести клинитые капли, но с другой стороны, у личной стороны всегда есть по крайней мере основание возмещения, если это зависит от социальных содержим. Практика показывает если объективные причины возникли, что просто будут возмещены и так и так если же их нету, то устроены выдавались другим способом, в частности изменения консервного соглашения, изменения сомов соответствия. Но опять же, попу гемосомного обстоятельства стало проведение Петербургской международной механизмы фону фону прислала письмо в адрес строителей о том, что они должны прекратить строю, набирать всю терминку и все инвестируют на строителей вывести на период проведения фонов. За месяц и месяц после окончания этого неожиданного этого неожиданного для участников и строителей и они вынуждены бы действительно противоположить Российской Федерации проводят фонд форум адрес и когда висклинике запас есть стран участников нужно вывести все строительные работы. Но на два месяца нужно прекратить работу. Собственно говоря, эти два месяца он подает заявление область обстоятельств и ему эти два месяца после премии с строительного месяца вывести всех строителей нужно привезти в процессе переговоров как и сразу скажу что особое обстоятельство есть те которые непосредственно относятся к инститенту в публично стороне с учебным соглашением по ее словно говоря там виния на заключение своего аренды есть для касающих инститенту практически третья сторона изменение налогов законодательства никто не мог посмотреть что НДС изменится с 18-20% мы должны учесть у нас мы должны пересчитать если попав то вот такие примеры особо обстоятельства что касается что касается касается вопрос непонятно это и есть механизм распределения рисков и это его принципиальная с контракт давайте тогда по прямом соглашении что следует знать прямом соглашении не накладывает никаких дополнительных обязательств на публичную сторону нельзя в прямом соглашении ставить какие-либо обязательства по консионному соглашению все обязательства только так они могут перетечь в прямом соглашении но для чего нужно банк участник в процессе финансирования инвестирования средств проект он не является стороной консионного соглашения а хотел бы быть информированием первая задача консионного соглашения относительно текущих событий он хотел бы принимать участие при судьбоносных решениях ну например если сроком договорились расстроены консионного соглашения банк хотел бы принимать участие в процессе договоренности и это важная часть консионного соглашения кроме того банк устанавливает при этом соглашении порядок выплаты капельсации и капельсации есть таковая суть в том что она направляется на определенные счета консессионер заранее записано в консионном соглашении очевидно что банк держит эти счета в залоге для того чтобы инфекция в основном полосе не ушла налево а не касается договоров банк если у вас происходит разношение финансового соглашения частная инициатива я на этом слайде изложил порядок заполнив участок затевы сегодня с 2017 года у нас работает частная инициатива любой часть может сформировать проект и требования для документов сформулированных 300 постановлений правительства включая консессионное соглашение и подать частную консессию обратиться в администрацию с заключением консессионное соглашение это не заключение а совершенно без конкурентных процедур конкурентных процедур все равно есть здесь есть такой период размещения предложения в сети интернет на 45 дней это та самая конкурентная процедура если за этот период времени не нашли другого желающего заключить то тогда вы можете его заключить с этим участником если заедился друг выживающий то решение будет приниматься через потребуется заявление по сроку чему нравится частная агрессионная система рекомендуем работать с частными процессами резко сокращает сроки взаимодействия администрации вот посчитали если пройтись по законодательному сроку по минимуму сроку до 30 дней можно 60 дней заключить концепцию у нас 90 дней в курсе при повторном заключении функциональных соглашений на основе нашей процедуры это уже сопоставимо с срок на контракт на контракт дальше у меня презентации сложные сан схемы реализации проекта в тепле в воде тарифная модель школы с платежным механизмом дома в мне будет еще возможность подреследовать второй части после обеда у нас будет выступление еще будет уступление еще будет уступление уступления мы во второй части конкретные проекты уже через наши ситры проекты по и в новом в парень пожалуйста возвращаемся после обеда начал давайте тринадцатый программ но надеемся что на 15-45 у нас начнется проект еще напоминаю Я желаю, чтобы вы не забывали свои вещи, потому что будут переставляться с курием. Приятного аппетита, коллеги. До встречи в 15-м. Коллеги, если здесь нет Бухгульминский муниципальный район, подойдите нам, пожалуйста. Сбором Ага здесь все хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.